Активны клещи с конца марта по ноябрь. Кровососущие поджидают на низких кустарниках и около тропинок на траве. Вопреки распространенному мифу, с деревьев они не падают слишком высоко. Все парки, скверы, кладбища, стадионы, территории детских лагерей и санаториев, пляжи должны опрыскивать специальными растворами от клещей. Ответственны за эту профилактику администрации муниципалитетов. На сегодняшний день в регионе из необходимых 650 гектаров обработано 150. И это головная боль контролирующего органа Роспотребнадзора. Да почти все на сегодняшний день, кроме, может быть, Курского района, ну и еще пару районов. А так практически все не выполняют свои обязательства по обработке. Обезопаситься от кровопийц можно и самостоятельно. Тут важно помнить, клещ всегда ползет вверх. Ползти вниз он просто не умеет. Отсюда особенности вашего защитного наряда. Рубашку нужно заправлять в брюки, брюки, в носки, а не наоборот. Плотные манжеты, воротник и головной убор. Не забывайте про специальные спреи. Они реально работают. Одежду лучше выбирать светлых оттенков. На такой клеща легко можно заметить. После прогулки обязательно смотрите друг друга. Если кровопийца все-таки укусил, не нужно пытаться убрать его голыми руками. Если он инфицирован, можно заразиться даже через пальцы. Лучше всего, конечно, отправиться в медучреждение. Там клеща извлекут и изучат на переносимые им заболевания. Энцефалит в наших краях они не распространяют. А вот брелиоз запросто. За прошлый год зарегистрировано 30 случаев заражения. Заболевание это коварное. Легко поддается лечению на первых стадиях. В запущенной форме поражают внутренние органы и суставы. Укус клеща может быть год назад, а может и больше. А у него локти заболели или суставы на ногах. И связи никакой никто не определит. Я не скажу доктору, что меня когда-то кусал клещ. То доктор меня начнет лечить от какого-нибудь артрита или еще чего-то. Не вылечить никогда. Но я буду болеть все больше и больше, и я стану инвалидом. Поэтому забывать про укусы даже те, которые случились год назад, нельзя. И о них всегда при любых заболеваниях стоит сообщать доктору. Юлия Белякова, Алексей Еременко, телеканал СЕИМ.